Добрый день глубоко уважаемые коллеги. Разрешите в первую очередь поблагодарить вас за возможность принять участие в таком высоком конгрессе, поздравить вас с вашим великолепным праздником и, конечно, пожелать процветания, новых совершений, успехов и прекрасных друзей. Разрешите представить доклад на заявленную тему. Мы не будем останавливаться на исторических аспектах, которые сегодня великолепно осветили предыдущие докладчики. Хотелось бы остановиться на тех моментах и на тех задачах, которые решает современная интракулярная коррекция, далеко ушедшая от банальной функции восстановления зрительных функций. Целый ряд дополнительных задач, таких как коррекция аномалий рефракции, коррекция аберрации оптической системы, коррекция пресбиопии, рефракционных ошибок определяет колоссальный спектр современных трендов интракулярной коррекции. И вы видите, что список интракулярных линз, которыми сегодня может пользоваться катрактальный хирург, очень широкий. Надо отметить, что эти линзы являются колоссальным вызовом для катрактального хирурга даже не сама технология, а именно появляющиеся новые продукты, которые не всегда бывает очень легко трактовать. Особо загадочной и самой, наверное, интересной на сегодняшний день является группа линз с расширенной глубиной фокуса, которая требует отдельной лекции, рассмотрения, потому что интрига есть даже в том количестве названий, которые притянула к себе эта группа интракулярных линз. Возможно ли классифицировать это многообразие конструкций? Сложно, потому что нужно определиться сначала, по какому принципу мы это делаем. Более того, существуют ошибки в уже сложившейся терминологии, и есть вопрос целесообразности и практической значимости таких шагов. Однако попробуем определиться, чем на самом деле сегодня мы располагаем. По функциям мы можем не просто коррегировать афакею, коррегировать ее очень качественно, и интрооперационно, послеоперационно декоррегировать, но и мы можем решать вопрос коррекции артифакической пресс-биопии, не только полной с мультифокальными линзами, но и частично с группой линз с расширенной глубиной фокуса. Линзы, как мы слышали, великолепно корригируют астигматизм, декорригируют ошибки расчета. Линзы, существуют линзы для коррекции аномалий рефракции, для коррекции зрения при возрастной макулярной дегенерации, и целая отдельная группа линз решает проблему осложненной катаракты. Не требует отдельного представления классификации по положению на оптической оси, по количеству составных элементов, по конструкции гаптических элементов. Этому каждому катарактальному хирургу хорошо известно. И самая сложная тема – это интерпретация конструкций оптики. И на данный момент, как нам кажется, не обойтись без анализа аберрометрии, потому что если мы посмотрим и проведем анализ аберрометрических данных современных интракулярных линз, откроется очень много интересного, и мы поймем, что все линзы делятся на три группы. Сферические, а сферические компенсирующие аберрации, такие как сферическую аберрацию и астигматизм, и линзы, индуцирующие аберрации в истоково порядка. Очень интересный проводится анализ рынка. Что же из этого используют катарактальные хирурги и в каких пропорциях? Обратите внимание, что в 2018 году монофокальный сегмент составлял 70%. В 2023 году этот сегмент сместился группой премиальных линз, и в основном это линзы с расширенной глубиной фокуса и мультифокалы. А вот прогноз на 2028 год – это расширение группы премиальных линз. Однако до сих пор самая большая группа интракулярных линз, которые каждый день мы используем в своей практике, это монофокальные интракулярные линзы. Их также колоссальное многообразие. Существуют ли какие-то требования и есть ли представления об идеальной монофокальной линзе? Однозначно. Однозначно да. Потому что эта линза должна быть выполнена из гидрофобного материала. Она должна иметь острый край для того, чтобы в максимальной степени снизить риск развития вторичной катаракты. Эта линза должна имплантироваться через малый разрез, иметь великолепную эргономику, павить форму, простоту имплантации, быть предзагроженной. Однозначно она должна иметь асферическую поверхность, причем она должна компенсировать сферические операции. И, естественно, эта линза должна обладать возможностью профилактики патологии макулярной области и быть предзагруженной. Много ли компаний, которые могут на сегодняшний день предоставить нам продукты, полностью соответствующие всем этим требованиям, включая собственную систему доставки? Таких компаний немного. Одна из них основана в 1941 году. Это компания Хоя. Позвольте себе маленькое отступление. Вот Михаил Егорович сегодня говорил о компании Reiner, куда пришел Гарльд Ридли первый раз в четырехлетнем возрасте за очками. И вот на сегодняшний день его шаг к производителю стал для нас ключевым. Мы тоже теперь плотно работаем с производителем и компанией Reiner, одна из немногих, которая тоже имеет великолепную собственную систему доставки под своим запатентованным названием Lock & Roll. Компания Хоя организована в 1941 году. Причем на сегодняшний день она уже насчитывает больше 36 тысяч сотрудников в 52 странах мира. И она занимается не только интракулярными лензами, не только очковой коррекцией и контактной, но и электроникой, и различными медицинскими изделиями, а также изготовлением фотошаблонов для полупроводников, для жидкогристаллических панелей, стеклянными дисками для компьютерных жестких дисков, а также медицинскими эндоскопами. Уже в 2007 году у нее появляется асферическая линза собственной системой доставки. В 2015 году появляется новый гидрофобный акрил. И в последующем компания предлагает совершенно уникальный продукт. Это 2018 год. Инжектор мечта каждого хирурга. Когда вы в ходе операции можете предпочесть методику имплантации. Либо бинтовой, либо шприцевой путь доставки линзы в капсульный мешок. Ну и естественно компания предлагает линзы с расширенной глубиной фокуса и мультифокальные. Это ее будущее. Что есть на сегодняшний день в России и в Казахстане? Линейка достаточно широкая. Это монофокальные линзы, выполненные из гидрофобного акрила. Обратите внимание, что несмотря на то, что материал гидрофобный, он имплантируется через супермалые разрезы. Есть торическая линза и самый маленький разрез, который предлагает компания. Это всего 1,8 мм. Характеристики базового продукта компании Хои, линза I-CERT 251. Очень понятно для катарактального хирурга. Отличается от 250 тем, что имеет синий фильтр. Но обратим внимание на платформу. Платформа очень специфическая, потому что линза выполнена не только из гидрофобного акрила, который снижает риск развития глистинга в окулизации в послеоперационном периоде, имеет самый острый край всех существующих, особый асферический дизайн, элементы из ММА на концах гаптики и собственную систему доставки. Вы помните, как в свое время возбудилась офтальмологическая общественность после публикации работ Лилиана Вернер в лаборатории Дэвида Эдпла, куда стекаются все интракулярные линзы со всего мира, проводится анализ, и мы даже не догадывались, что прямой край отличается от прямого края. Лилиана Вернер показала нам фотографии, сканирующие электронные микроскопии, где мы смогли рассчитать, и было показано, какая площадь несоответствия прямого края у гидрофобных гидрофильных линз. И уже в этих исследованиях Лилианы Вернер было определено, что линза Хоя имеет самый прямой край из всех существующих интракулярных линз на рынке, а это, естественно, профилактика вторичной катаракты. Уникальный асферический профиль оптики, который называется асферик баланс кёв, в чем его особенность? Если вы посмотрите на основных производителей, то каждый выбирает свой путь компенсации сферической аберрации роговицы. Параметры ее приблизительно ясны, в разных литературных данных от плюс 0,27 до плюс 0,31 микрона. Кто-то компенсирует полностью, кто-то оставляет полностью, но компания Хоя предлагает частичную компенсацию сферической аберрации, и это дает возможность устоять против такой аберрации, как КОМа в случае децентрации интракулярной линзы. Технологический процесс определяет уникальную поверхность. За счет 10-часовой поляризации поверхности линзы она становится невероятно гладкой. А вот двухэтапная полимеризация обеспечивает хвостики из ПММА, окончание гоптических, дистальная часть гоптических элементов, которая дает возможность визуализировать линзу в картридже, и самое главное, в ходе имплантации гоптические элементы не будут залипать на оптической части, что, как мы знаем, часто бывает с гидрофобным материалом. Ну и система доставки, которая в три шага дает возможность совершенно легко, контролируемо имплантировать линзу в капсульный мешок. Следующий шаг компании Хоя – это линзы Вивенекс, которая использует новое поколение гидрофобного акрила с меньшим процентом вокализации, текстрованную отделку гоптических элементов и еще меньший размер инжектора. Если говорить о возможности, риске развития глистинга в послеоперационном периоде, то клинически доказано, что вероятность и степень развития этого осложнения гораздо меньше по сравнению с существующими аналогами. И это связано не только с самим гидрофобным акрилом, но и с чуть большим содержанием до 0,7% воды в составе материала, что в послеоперационном периоде меньше притягивает влагу в структуру оптики. Кроме того, сохраняется асферическая поверхность, компенсирующая в случае децентрации такую аберрацию, как кома. Линзы имеют гладкую оптическую поверхность, острый край, и для того, чтобы снизить риск развития вторичной катаракты, компания обрабатывает поверхность линзы активным кислородом, который дает возможность появиться новым функциональным группам, улучшающим адгезию между задней поверхностью иол и капсулой. Клинически доказано снижение риска развития вторичной катаракты в послеоперационном периоде. Ну и, конечно, преимущества модифицированных гаптических элементов, как вы видите, они текстурованы, здесь уже нет хвостиков из ПММА, но такая шероховатая поверхность дает возможность максимально адаптировать линзу к капсульному мешку и обеспечивать максимальную стабильность вторической конструкции. Нужно отметить, что система доставки здесь уже двойная, это инжектор мультисерт, система винтового и одновременно шприцового введения, гладкая, контролируемая, в зависимости от предпочтений хирурга. Нужно сказать, что для производства инжекторов нужна и специальная сырьевая база, нужна специальная поддержка инженерная, технологическая, конструкция является запатентованной. У компании есть будущее, она движется в сторону линз с расширенной глубиной фокуса, которые хирурги в скором времени смогут попробовать в своей ежедневной практике, а также представит нам возможность попробовать свои трифокальные модели интерокулярных линз. Когда мы хорошо разбираемся в конструкциях, моделях линзы, понимаем, в какие случаи их лучше всего имплантировать, тогда нам легко бы раздеть просторы на своем корабле, своих вселенных. И надо отметить, к своему стыду я не так давно узнала, что ИОЛ это не только аббревиатура интерокулярной линзы, но это и название прекрасного двухмачтового парусника. Я желаю вам удовольствия от своей работы. Благодарю за внимание. Спасибо, Татьяна.